Я не знаю, вообще Россия настолько богата возможностями отдыхать и наслаждаться красотой природы и архитектуры и культуры. Я только что приехал, прилетел из Иркутска, где мы ходили по Байкалу и смотрели шоу ансамбля Байкал, феноменального совершенно. И я езжу постоянно по всей стране за этот концертный сезон. Я был и на Камчатке, и во Владивостоке, в Красноярске, в Новосибирске, на Урале. Боже мой, конечно, мы очень много теряем, что мы ездим все время в Турцию и забываем о том, что у нас такие красоты невероятные совершенно. То есть для меня отдых, если бы он у меня был, предпочтительнее в России. Но у меня его просто нет. Я годами, больше чем 2-3 дня после концертного тура, не могу себе позволить. Вот и сейчас я к вам прибежал, а у меня уже на носу Германия, причем я туда приезжаю на один день, играю концерты, а на следующий день у меня уже концерт в Москве. Несмотря на то, что сейчас летний сезон и в общем как бы хольдейт. Да, поэтому, что касается обычных россиян, я думаю, что надо правильно отнестись и сбалансировать вообще-то свое, независимо от политики. Будут эти санкции, не будут. Конечно, они никогда не будут против расправиться на всю массу российского населения, потому что, ну что они это будут делать без наших денег? Все эти и турки, и Египет, и даже Испания, и Италия. Вот. Что касается верхушки нашей организации, министры, члены администрации и так далее. Я думаю, что им тоже это не так важно. У них тоже есть возможность отдыхать прекрасно и в других странах, куда их ждут, где их ждут и куда их приглашают. Это какие-то комариные укусы вообще. Больше шуму делают эти политические круги. Просто у меня это вызывает смех. Ну, наверное, кто-то поскучает о своей зарубежной вилле, там о каком-то замке. Но наверняка это не единственный замок, у него здесь и на Рублевке что-нибудь есть, не пропадет.